Всем привет, дорогие друзья! Панкратс на связи! И сегодня нежданно-негадно решил я запилить обзорчик на пиво Старый Мельник! Казалось бы, такая мощнейшая масс-маркетная классика, но, положа руку на сердце, скажу, что я... Вот не соврать! Больше 10 лет точно не употреблял данный напиток, однако когда-то, когда-то он был одним из моих любимых. Ну давайте обо всем по порядку! Погнали! Ну и надо сказать, что одним из любимых был он не только у меня. Есть у меня такой товарищ, дядя Слава, с которым, точнее, мы одно время мощнейше залипали в фифу. И в бытность круглосуточной продажи алкогольных напитков в Москве и наличие под боком круглосуточного магазина, мы частенько, когда у нас заканчивались запасы пиваса, выбегали конкретно за Старым Мельником. Как сейчас помню, конкретно от него потом ломило башку на следующее утро, но в процессе игры это был просто какой-то таки незаменимый нектар, а еще под какие-нибудь сухари и вот этими липкими руками, джойстики. Ох, хорошо как было! Да, отличное время! Но, точно скажу, больше 10 лет я не притрагивался к данному напитку. А тут, зайдя в обычный, должен сказать, магазин, в Бристоль на платформе Турист, я вот увидел, точнее, надо сказать так, что я заприметил эти бутылочки довольно-таки давно, думаю. Нифига, Старый Мельник, ребрендинг, хотя вы помните, вот эти бочоночки, они уже давно у них начались. А тут прям целая линейка. Причем эта целая линейка, она стоит ни в одном магазине, ни в двух, она везде стоит. И тут у нас все, что хочешь, и темная, и светлая, и прям совсем рассветлая, и пшеничка. Думаю, блин, столько воды утекло с тех самых пор, надо, наверное, перетестить Старый Мельник. И давайте мы сегодня этим конкретно и займемся. Разберем, что у нас такое вот с этими новыми классическими красивыми этикеточками, прям такими аутентичными, с меленками, вот эта вот Русь и все такое. Ну, а начнем мы не прям со светлого, а с самого светлого. Тут вот прям для дураков 100% солод, мягкая, 4-3% алкоголя. И все, знаете, вот у меня в детстве, вот посмотрите так вот поближе, у меня в детстве были сказки, такие, не знаю, годов 50-х, 60-х, где иллюстрации были оформлены примерно вот таким же образом, со всякими расписными вещами, вот с этими витками-закорючками и так далее. И в данном случае, конечно, оформление бутылки зачет, но я что-то прям не уверен, что всем оно понравится, тем более, не знаю, там, какому-то молодому поколению, потому что, ну, немного как-то несовременно смотрится, да, и вот эта вот несовременность как будто бы даже отталкивает. Но я, конечно же, могу ошибаться. Поэтому давайте почитаем синопсис, который написан на бутылке пива 100% солод мягкая. Опять же-таки тут старорусский рецепт. Я, если честно, не очень понимаю, откуда столько вот прям старорусских рецептов пиваса, и почему эти старорусские рецепты не шли как-то это синхронно, да, вот по этой, по возрастающей вот этой, от старорусскости, да, новоделанности, да, почему вдруг там в 2023 году всплывает какой-то старорусский рецепт масс-маркетного пиваса Старый Мельник, и он, и мы должны поверить, да, в эту вовсю старорусскость. Дабы пиво добротно вышло, брали солод ячменный отборный, это в бочонках умеренно выдерживали, потому и выходил вкус полным и душистым, а цвет золотистым. Ну, то есть хотят сказать нам, да, что вот было старорусское пиво, которое похоже было на корону, да, ну, наверное. Так, а современные рецепты. Мы производим пиво Старый Мельник из бочонка мягкая по традиционному рецепту из стопроцентного отборного солода, чтобы вкус был мягким, аромат насыщенным. По сути, продублировали все, что написано сверху. При производстве не используются несоложенные материалы, а вот это хорошо, и сахаросодержащие продукты. Давайте я хоть почитаю, кто теперь варит Старый Мельник. Мне кажется, как был и ФЕС, да, АБМБФ, а, ну да, так он и остался. По экстрактивности тут 10,6, алкоголя, как я уже и сказал, 4,3. Ну, давайте откроем, поглядим. А, кстати, по поводу состава. Ну, я думаю, здесь нас ничем никто не удивит. Вода питьевая, соло первоначменное, хмели продукты. Давайте будем наливать. Наливать будем по Децлу, потому что, если честно, сегодня упарываться четырьмя аж бутылками Старого Мельника как-то не входило в мои планы. Ух ты, только что заприметил, что вот здесь вот есть тиснение на бутылочках. Мельница, мельница, и тут мельница, и там мельница. Ну, знаете, вот честно должен сказать, что в плане аутентичности какой-то некой такой, да, отечественной бутылкой выглядит замечательнейшим образом. И думаю, что некоего иностранца, который приедет на экскурсию в Россию, должна зацепить вот эту аутентичность. Но только лишь, наверное, в этом плане. Давайте понюхаем. Ой, ну пахнет чистым солодком. Я смотрю уже достаточно многое. Многие компании, которые производят пиво в масс-маркете, начали задумываться о том, что надо бы им как-то чем-то корону-то импортозаместить. Несмотря на то, что из Литвы приходят какие-то из Прибалтики, вот эти вот пивасы, похожие на корону, да, которые там стоят в Брестоле, в красном и белом и так далее. Но наши тоже смекнули, что, ах, светленькое это пиво, мы забыли вклинить в общую линейку развития конкретной торговой марки. И вот, и вот засунули. Жигули засунули, Старый Мельник засунули. Наверное, кто-то еще засунул, я предполагаю. Отпишитесь в комментариях. Давайте попробуем топереча. Не очень понимаю, что я должен сказать по поводу данного конкретного экземпляра, поскольку ничего, кроме солодовой составляющей и следующей за ней пустотой я не различаю. И, наверное, никто не различит, потому что, ну, как мне кажется, идеология данного пива, она абсолютно прозрачна и понятна. Это совсем не для того, чтобы наслаждаться, а для того, чтобы тупо заливаться в какой-нибудь жаркий летний день или, возможно, ну, я предполагаю, я только лишь предполагаю, запивать данным напитком какие-то более крепкие алкогольные напитки. Знаете, когда-то я работал в одной компании, где были сессионные водители, но они были все из Пскова и жили в Москве. То есть работали там неделя, через неделю или две, две недели тут, одна неделя там. И, короче, у них было развлечение такое условное по вечерам, когда они брали бутылку водки и пиво. И вот они выпивали бутылку водки и запивали водку пивом. Ну, для меня дичайшая дичь на самом деле, но многим людям нравится. И мне кажется, что вот эта вот история такая, она абсолютно невзрачная, абсолютно чем-то невыделяющаяся, непонятная. Это вот как раз туда. Ну, либо просто вот взять такую примороженную херню и мозги себе охладить. Но не более. То есть здесь вкус неразличимый. Мне кажется, он здесь абсолютно не нужен. Пиво себе и пиво, как говорится. Просто залпани, выкини и иди дальше. И я, собственно, наверное, предполагаю так сделать. Нечего говорить о данном напитке. Это просто вода с солодовым каким-то оттеночком. Ну, при всем при этом не противно. Без какой-то посторонки, без алкашки, которая вылезает. Просто вода. Вот она вода прям развода. Остатки чуть солода и все. Ладно, много говорю. Идем дальше. Ну, а дальше, как нетрудно догадаться, будет просто светлая. Светлый лагерь алкоголя. 5% опять нас, опять нас радуют. Вот эти вот аутентичные сказки с расписями. Но они, в общем-то, лейтмотивом и будут по всем этикеткам данной модели. Модели, да. Старорусский рецепт. Дабы пиво вышло добротным, клали два вида хмеля. Ароматной и горкой. Да на входе колодезные, да на воде колодезные варили. Господи, тут вот этим вот древним шрифтом еще написано, что я аж теряюсь либо д, либо а. Так, значит, и на воде колодезные варили. Вкус от этого выходил насыщенный и глубокий. То есть, как бы, эфес у нас замахнулся прямо еще и на хмелек, насколько я понимаю, да. То есть, ароматной и горькой. Вот это у меня цепляет. Старый мельник из бочонка светлая. Производится из двух видов хмеля. Ароматного и горького. На специально подготовленной воде. Так достигается и выразительность, и глубина вкуса. Ну, отлично. Ну, кстати, только что заметил, что Таро тоже 0,45. Несмотря на такой кажущийся объем и уверенное сидение в руке, в кулаке, да, это всего лишь 0,45. Тут уже у нас НС-11. Ну и все остальное в том же духе. Этикетка, контр-этикетки выглядят вот таким вот образом. Вот видите, здесь вот какие-то комиксы, да. Здесь вот раз синопсис, и такое, и повторение практически. То есть, это такое, как бы, углубление в старину, а это уже более современно. Что, если вот не поняли, что мы там сверху написали, то вот здесь вот мы вам еще вот, как бы, в мозги вкручиваем, чтобы уже окончательно понятно было. Давайте открывать. Реально, слушайте, забавно. 100 лет, точно, больше, вот, руку даю на отсечение, больше 10 лет. Ну, то есть, это 2023 сейчас, да, 2013 я переехал как раз с того места, где снимал вот эти вот все видео свои предыдущие, да. И, да, больше 10 лет я не употреблял старый мельник. Ну, давайте теперь прикоснемся вот к этому глубинному хмелью, ароматному и горькому, и посмотрим, что это будет. И, если честно, подобием хмельного посыла из этого бокала действительно несет. И в некотором роде даже наличствует ароматика. Только вот насколько она глубинна и понятна, давайте я вот так вот поставлю, в этом мне хочется разобраться на глотке. Я думаю, если бы я побольше налил, оно бы сильнее шло в ноздри, так как вот с этого дна приходится все поднимать. Не так, конечно, явно пробивается, но давайте попробуем. Может, на вкусе все прояснится. Вы знаете, на старте кажется, что вот-вот и действительно все хорошо. Но потом начинается мощнейшее проседание по всем фронтам, и ты уже даже не очень понимаешь, где тут горький, где ароматный хмель. Но хмель действительно каким-то таким легкоповолоченным отголоском ощущается. Тут ни дать ни взять. Просто сама конструкция, как будто бы на вот том вот пике момента, когда, казалось бы, у тебя должно произойти оргазмическое погружение в коллаборационную составляющую хмеля и солода, оно прямо рушится. Знаете, тут вот вроде бы горчинка какая-то есть, и вроде бы солодок так подступает, но это все как-то разобщенно и не особо приятно. А потом и вовсе так. Снеговик растаял называется, да? Снеговик БУ такой. Но в целом, конечно же, как масс-маркетный вариант данную продукцию рассматривать можно. Я не знаю, изменилось ли что-то в комбинационной структуре и в рецептуре данного напитка, и будет ли от него ломить башка на следующий день, но как такой простецкий масс-маркетный лагерь сию историю, безусловно, можно рассматривать. То есть, ну все-таки замес, закос, такая попытка влезть, хмелек все-таки надо отдать должное, ощущается. Повторюсь, он распадается, безусловно, но некий намек есть. И это в плане, не знаю, масс-маркетности даже, наверное, хорошо, поскольку преображает данную бутылку и в некотором роде даже отличает ее от прочего. Естества, там, не знаю, в лице Жигуля того же, в лице прочих вещей. Ну, я не могу сказать, что мне это нравится, но в то же самое время... Знаете, у него на остатке как будто вот картон мокрый, да, который уводит от пива с кислинку. И не очень приятно. Я думаю, что вот если оно постоит чуть-чуть, если оно будет более теплым, то вся эта конструкция вообще развалится окончательно, и кислота эта поглотит общий вкус. И прихлебывая данный напиток, вы не будете получать абсолютно никакого удовольствия. То есть, если пока оно холодное, вы чувствуете вот эти первоначальные взрывные волны, залетающие к вам в башню, где хоть какие-то намечки на хмель преобладают. Но когда постоит, уже все, капут. В общем, такое себе естество. Давайте пойдем дальше. Так, ну а дальше давайте будем рассматривать вот эту вот синюю, темно-синюю бутылку с пшеничным немертвым. Ну вот, задолбало вот это вот уже живое, неживое. 4,9% алкоголя. Также, посмотрите, все в израстцах. Хмеленка, красотуленька. Все хорошо. Так, что у нас написано здесь? Вот смотрите, вот так. Вот здесь уже выглядит комикс. Значит, это у нас... Дабы пиво душистым, я вначале вот это пытался прочитать. Дабы пиво душистым и напитанным вышло, приправку особую к нему добавляли, да приговаривали. Приправка особая, да? Кишнец вкуса венец. Что такое кишнец? Я вот не знаю, если честно. А уж пшеница золотая и вовсе считалась царицу хмельного промысла. Современный рецепт. Старый мельник из бочонка пшеничной живой производится по традиционному рецепту из отборной пшеницы с добавлением кориандра. А то есть кишнец это кориандр. И здесь у нас получается, по идее, должна быть как-то бланшик, да, такой. Так достигается глубокий аромат и смежно-нашищенный вкус с пряными нотками в послевкусе. Ага. Так, 4,9 алкоголя. Что тут у нас? А тут, кстати, этикета как-то по-другому, она уже оформлена. По крайней мере, вот эта вот часть с описанием. В составе, значит, вода питьевая. Сол, переный ячмен и пшеница, семена, кориандра заявлены. Смотрите, яблочный пектин, хмель дрожжи. Смущает меня яблочный пектин. Но во всем остальном, в принципе, пить можно. Открываем. Так, что это за пшеничная немертвая у нас тут получилось? Ну, чести ради, надо сказать, что достаточно странноватый, вот такой вот мутноватый напиток. Чем-то напоминающий, как я люблю сравнивать, лимонный, этот, как он, не компот, а как-то не морс. Ну, компот, наверное, да, из лимона. Ну, то есть, вот он совсем жиденький такой, но, тем не менее, чуть мутноватый. Добавили, плюхнули, так сказать, чтобы люди понимали, что это пшеничное. Ну, пшеничное же мутное должно быть, мутное. А уж насколько оно мутное и каким образом насыщенное, это уже вопрос другой. Давайте понюхаем. Кориандром там пасет прям, что прям вот так вот, чтобы вот прям как дурак понял, что кориандром пасет прям вот, да. И опять вот эта история меня почему-то сопровождает и уводит в базовые гозы, да, вот когда там солененько и все такое. Ну, в целом неплохо. Давайте попробуем. О! Ух ты! Ёкарный бабай. А вот это вообще по балансу странная история. Она одновременно кислая, горькая и еще и кориандр сверху. И еще на послевкусие это, знаете, сливается с водой. Ну, такая гадостная дрянь прямо. Давай. Не знаю. Вкусы как будто бы все понятные, знаете, как будто бы все на поверхности. Но когда они комбинационно собираются в единое целое, получают стающую бормотуху. Ух ты! Прям вообще пить неприятно. То есть, знаете, бывает пиво такое, когда оно, ну, технологически что ли неправильно сварено, да. Бывают какие-то краеугольные изъяны, когда там дефекты бывают в пиве, да. Бывают, когда полностью нарушена композиция в напитке. Вот это вообще. То есть, каждый вкус воспринимается в отдельности. А когда они сливаются вместе, то получается такая ересь, такая непонятная конструкция, что, божечки, хочется это моментально вылить. Ну, то есть, вот эта вот история прям нет. Прям нет. Ну, это, это и не бланш, это и не пшеничка, это и не лагерь, это и не, это хрень пойми чего. У меня вот скукоживается морда лица, вот это собирается в нос. Когда глаза вот это вот наезжают, получается вот одна вот такая конструкция, которая не понимает, для чего и зачем она это дело пьет. Давайте как-то быстро и конкретно с этим делом заканчивать и пойдем посмотрим, что у нас там в темном, в темном сорте. Самый, наверное, любопытный экземплярчик за сегодня темная бархатная. Этот вот темный лагерочек, я думаю, должен быть 4,2 процентика, три вида солода, господи. Ну, и вот опять тоже все вот так вот, вот так вот все красиво, аж душа радуется. Здесь комикс только из двух, из двух картинок, и давайте почитаем. Старорусский рецепт, значит, дабы вкус вышел мягким, аромат богатым, для приготовления замешивали светлый и темный солод. Такое сочетание придавало необыкновенный вкус, бархатистый, слегка сладковатый, с умеренной горчинкой. Так, современный рецепт. Сегодня для мягкости, вкуса и полноты аромата мы используем три вида солода, светлый, жженый и карамельный. Ну, то есть, понятно, чего можно ожидать во вкусе. Так мы получаем мягкий бархатистый вкус с умеренной горчинкой, как в давние, в стародавние времена. 10,3 НС. Да. Давайте будем открывать. А, так, что там в составе, так как оно, значит, вода питьевая, солод, переный, ячменный, сахар, хмель, хмель и продукты. Ну, здесь уже можно налить побольше, что терять, как говорится, да, все равно это дело опачки, опачки, отправиться сами знаете куда, он туда под забор. Ну, хочется, конечно, верить, что хоть один, хоть один сорт привнесет, так сказать, счастье и радость в мои уста. На просвет это прям хорошо заваренный черный чай, прям хорошо заваренный, такой чифер почти. Вот, пенка, кстати, отличная, ну, в принципе, вот в бокале смотрится неплохо. Должен сказать, что пена даже относительно имеет воздушно-пористую структуру и напоминает, условно говоря, какой-то гиноз, недогиноз, да. Ну, здесь есть крупные пузыри, конечно, она потихоньку уходит, сама структура у нее вот здесь вот крупная достаточно, но сверху смотрится эпично для старого мельника. И давайте понюхаем. Ничем замечательным и выдающимся не выпасает из данного бокала простецкий солодовый оттенок, который внушает в тебя не более чем, ну, как бы, привкушение с соитием данного бокала. Ну, солод себе и солод, ничего такого здесь экстраординарного нет уж кит. Ни карамелькой не пасет, ни жёночкой, ничего, ну, такое себе. Пробуем. А вот это, кстати, более-менее ничего. Вкус действительно мягкий. Вы знаете, даже какая-то легкая такая ореховость проступает во вкусе. Касательно карамели не уверен, а вот что касается жёночки, то здесь она так вот легонько тебя обволакивает. И вот в данной истории всё, в принципе, комбинационно нормально. Единственное, конечно, это настолько водянисто, настолько просто, настолько масс-маркетно, что ты прям вот должен на это сделать скидку, но во всём остальном это вполне себе питейный экземпляр. Лёгкий, солодовый, с определёнными тонами, которые должны, в принципе, проступаться в лагерочках, в которых применяется жёный солод и солод карамельный, правда, карамельного здесь это, жёный, да. И, ну, неплохо, это вкусно. Это вкусно, при всём при том, что, чтобы насладиться вкусом, надо как бы очень постараться, вот прям вот вытащить из себя, из всех своих вкусовых сосочков, вот эти все эмоции, чтобы прям объять необъятное, так сказать. Но история простая, ну, вы сами понимаете, масс-маркет. Но вместе с тем, из всех сортов мне данная бутылка понравилась больше всего. Здесь хотя бы умеренная, понятная композиция. Выдержанный баланс и всё прочее. Блин, извините за эти склики, я чё-то расчихался. И вот по поводу этой бутылки я даже засомневался, потому что, наверное, вот её конкретно выливать я не буду, потому что она, ну, в достаточной степени вкусная. Ну, вот, какие-то такие дела, блин. Больше 10 лет не пил я старый мельник, и вот сегодня пришёлся вот такой вот обзорчик. Ну, открыл для себя, наверное, что-то новое, и понял, что нихрена не изменилось вообще, нихрена. Как был старый мельник старым мельником, так он и остался. Молодцы, конечно, что вот они поигрались со всеми вот этими этикетками, расширили ассортиментный ряд и всё такое, но по сути, по сути нихрена вообще не поменялось, и для меня это, конечно, удивительно. И знаете, прежде всего для меня удивительно, в каком разрезе. Может быть, это, конечно, связано с какими-то региональными особенностями, но вот смотрите, заходим мы в магазин Чижик, да, и в магазине Чижики за 79 рублей продаётся лагер чешский Конрад. И я его недавно увидел здесь на даче, прикиньте, Конрад оригинальный чешский, прям со стикером таким белым, причём вообще левацким-левацким стикером продавался что-то за 250 рублей. Я купил две бутылки, пью и понимаю, что, блин, это по сути тот же самый Конрад, который стоит в Чижике. И если у чешских пивоваров, да, получается варить настолько дешёвое, сбалансированное пиво, чтобы тащить его в Россию, чтобы российский магазин Чижик мог его продавать у себя за 79 рублей, то почему Йокарный Бабай и все вот эти вот индустрийные гиганты, да, которые здесь есть у нас, а-ля там Балтика, Эфес, там, не знаю, МПК и прочие, не могут варить настолько сбалансированные лагеры, да. И если сейчас это более-менее, ну, как, не знаю, оправдано, там, хмели нет, не знаю, там, импортного какого-нибудь, то раньше же было всё, получается, почему нельзя было варить это всё вот здесь вот, почему мы пьём вот настолько говняное, водянистое, масс-маркетное парашу, да, а в то же самое время, не знаю, там, пивовары Чехии, Германии и прочих государств умеют варить вполне себе дешёвые, сбалансированные и вкусные напитки. Для меня это, честно, загадка, казалось бы, и деньги, и финансы, и всё, и тот же самый, не знаю, Жигуль, который во всех магазинах стоит по-разному, там, начиная от 40, там, 5 рублей, заканчивая 85, ну, блин. Но почему вот эту вот композицию нормальной солды и хмели нельзя сделать настолько обширно масс-маркетной, чтобы и российский человек смог ей понаслаждаться? Загадка для меня, хрен его знает, никогда не пойму эту историю. Как-то так. Ну, а с вами в очередной раз был Аркадий Панкрат. Спасибо всем тем, кто досмотрел это видео до конца. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, отмечайте в комментариях, не забывайте тыкать в колокольчик, чтобы вы первыми узнавали о новых выпусках. Подписывайтесь также на мою группу ВКонтакте, на мой Яндекс.Ц, на мой Инстаграм. В общем, на все то, что есть в описании к этому видео, можно подписываться. До новых встреч, пока, и да пребудет с вами вкусное пиво.